Нема больше в Беларуси и в Европе, и максимум в свете организаций, где стольких правооборонцев находятся за кратами за свою правооборонную деятельность. Для меня это было одним из примеров того, как люди мобилизуются в момент, когда кажется, что все становится только хуже. Да, что это очень осторожная работа, потому что мы работаем и соязвимыми группами, то есть это, может быть, родственники людей, которые находятся в заключении. И коммуникация основана на надежде. Меня эта тематика сильно поддержала. Свободу весне! Свободу весне! Свободу весне! Свободу весне! 17 вересня 2021 года стартовала Free весна. Это кампания солидарности с полезноволенными представниками правооборонного центра весна. Теперь же кампании исполнилась два года. Как развивалась кампания, кто ее прямая удел и самое главное – как оборонять надеи. Про это сегодняшний выпуск. Меня зовут Катярина и это правооборонный подкаст весна придет. Я думаю, я уверена в этом, что кампания солидарности и бороться за вызволение весна у цифры весна началась в день затримания Марфы. 18 вересня 2020 года. Я памятаю, как мы отримали поведомления об ее затримании. Я ее передал Вадим, которого затримали раз с Марфы и ее муж. И это было в ночи. И наступный день, самая ранец, мы отримали, что затримали их вечер. И наступный день, мы уже были в офисе, юристы рыхтовали заяву, Олесь Беляцкий ее вычитывал. И журналисты ставили на сайт. И я памятаю эту заяву, она называлась «Руки преча от Марфы», «Руки преча от весны». И я уверена, что, ну, фактично, день затримания Марфы – это, конечно, день заснования кампании. Бо она была первая из весновок затриманная по криминальной справе. Хотя, конечно, треба иметь на увазе, что все годы и основания весны сябреорганизации затыкались с переследом. Да, глядите, и после затримания Марфы потом констричнику был затриманный Андрей Чапюк. Потом на початку 2021 года были затримания в обшуке у Гомельской филе весны. Леонид Сударенко был затриманный. Это цена Ласица и Марэй Тарасенко, якую потом вызвали под хатный арешт под час следствия суда. И, конечно, кампания не была оформлена, да, и она умовно не имела назву и не имела сайта, але и она все равно шла с усими зневоленными сябрами весны. Была, конечно, солидарность, адвокация. Мы заусёды про их казали, про то, что они повинны быть вызволены безумовно. Так же, как, в принципе, все остальные политвязни. И поэтому в лепени 2021 года затримали Олеси Беляцкого, Олесина Стефановича, Владимир Лапковича. И стало зрозумело, что это уже настолько серьезный удар по организации и столько затриманных. Ну, нема больше в Беларуси и в Европе, и максимума в свете организации, где столько правооборонцев находятся за кратами за свою правооборончую деятельность. Треба было реаговать максимально худко, максимально эффективно, доносить свету той, что отбывается с основцами, и, конечно, дамагаться их вызволения, як меньше солидарности от всего свету. И после затриманья Олеси Беляцкого и Валентина Стефановича Владимир Лапковича, я сня, пачала дзянча часовая рада организации. И мы с коллегами, я как сябр часовой рады, пачали размовлять с нашими международными сябрами и партнерами белорусскими организациями, а потому, что треба давать гучный, бачный старт кампании солидарности. Пакольких это было летом, вось уже там бачный был вересень, то на початку вересня мы запросили всех, скликали приехать в Вильнюю, это было логистично, больше, зручно для всех. И обмирковать, что делать, как, какая есть мягчимость у кого, какой кто, который может унесок сделать. Великая допомога была от ВИДАЖ Международной Федерации за правы человека, віце-президентом, якой является Валентина Стефанович. И от других, конечно, нас отримали такие великые сусветные организации, Кэмнистей Интернэшнэл, Фьюмэн Райдс Воч, и иншые, тут я не хочу называть, какие-нибудь особные, потому что, правда, организации шмат, долучилися, долучалися. Людзе тады, просто некие организации, приехали в Вильню, за вельми худкий термин, мне падается, что мы пропоновали, давайте заберемся про стыдень. И это было как раз в начале вересня, люди выходили из летних каникул, там, начиналось запланование працы, то есть, школы у дзятей. Людзе все покидали, поехали в Вильню, у нас не было неких рошам, никому ничога не могли покрыть. Людзе ехали за свою кошту, потому что гэта вельми важна, кашто у нас для их удзельчат таким. И, конечно, а малю все з'их ведали, особисты шмат хадоу працавали, и с Валентином Стефановичем, и с Владим Новковичем, конечно, и с Олесем Беляцким. Шмат хто и Марфу ведал, или они до Сутыленка, конечно. Тому это лишь мать для кого хоть была особистая справа. Одна з тих, хто приехал и откликнулся на клич, это организация Human Rights Watch. Монтаж. Меня зовут Анастасия Круппе, я младшая исследовательница по Европе и Центральной Азии, и работаю в Human Rights Watch. Human Rights Watch – это такая огромная международная правозащитная организация. Начиналась она в 70-х, как Хельсинки Watch. Это было про хельсинские соглашения, про железный занавес еще в те времена. Но сейчас это огромная организация, у нас около 50, что ли, офисов по всему миру, и работаем в разных странах. Много экспертов, которые работают по определенным регионам, но также по определенным тематикам, например, права ЛГБТ, права людей с инвалидностью и так далее и тому подобное. Звучит круто. А теперь давай вспомним 17 сентября 2021 года, когда и стартовала компания «Фри Весна». Как это было для тебя? Тогда уже оказалось, что все очень плохо, и репрессии нарастают просто семимильными шагами. Тогда оказалось, что хуже некуда, хотя сейчас кажется, что уж точно хуже некуда. И когда «Весна» подвергалась невероятному прессингу, беспрецедентному, хотя понятно, что «Весна» сталкивалась с разными видами прессинга уже за несколько лет до этого в течение своего существования. Но тогда оказалось, что что-то нужно делать, что нужно собирать какие-то общие усилия, мобилизоваться каким-то образом и думать, как какими-то стандартными тактиками или нестандартными пытаться, что-то изменить, повлиять. Тогда одна из коллег написала нам, сказала о том, что идет такой брейнсторминг, что собираются международные белорусские организации, чтобы поддержать коллег из «Весны». И мы собирались все вместе в Вильнюсе, чтобы обсудить, ну, чтобы просто создать такое пространство, какую-то платформу для координации, для каких-то апдейтов по текущей ситуации, координации наших каких-то действий, ну, и иногда просто брейнсторминга каких-то невероятных или нестандартных способов что-то придумать, как-то повлиять на ситуацию. Вот. Для меня это было одним из примеров того, как люди мобилизуются в момент, когда кажется, что все становится только хуже, и как у людей не заканчивается надежда, несмотря ни на что. Такой был очень воодушевляющий момент. Ну, и здорово было поговорить с коллегами, которые работали над кейсом Беляцкого, например, еще в первую его, нет, ситку, во время отбывания наказания по приговору несколько лет назад. И было здорово услышать, как эти коллеги справлялись тогда, что они делали изо дня в день, и увидеть воодушевляющий пример того, как люди много лет работают по кейсу, который тоже казался таким очень страшным, где всем казалось, что они беспомощны, но люди продолжали и продолжали работать, и это привело к освобождению. Ты упомянула про нестандартный брейнсторминг. Можешь привести пример чего-нибудь, что на брейнсторминг? Один из примеров, я очень люблю его приводить, это придумали коллеги, которые знают весновцев лично, и работали с ними много лет, и уже дружили, и вспоминают разные истории, что они любят, какие у них хобби. И вот коллеги из БХК вспомнили о том, что среди весновцев есть поклонники «Металлики». И вот неожиданно нужно было искать способы того, как выйти на «Металлику», на их менеджеров или как-то еще, чтобы они какую-то весточку послали во время концерта или как-то еще, чтобы поддержали людей за решеткой. Вот один из таких примеров. Наверное, остановлюсь на этом примере, потому что другие, у меня все еще теплится, такая теплится надежда на то, что они сработают или что-то. Из них можно еще сделать. Я помню, как Илья Нузов из «Фидаж» вспоминал про Валентина Стефановича. Ну, он такой, знаете, больше похож на такого рокера, нежели правозащитника, может быть. Ну, хотя правозащитники такие, всегда неформальные люди. Компании «Фривесна» уже два года. Вот 17 сентября 2023 года ей исполняется два года. И за это время было много новостей про политзаключенных коллег, про Марфу Робкову, про Андрея Чебека, Олеси Беляцкого, Валентина Стефановича, Владимира Лобковича и Леонида Судаленко. И Татьяну Ласицу. Вот последние два вышли, кстати. Татьяна Ласица по помилованию, хотя там такое помилование были, отпустили на где-то 2-3 месяца раньше. А Леонид Судаленко отбыл весь срок. И было очень много новостей. И для меня, например, самая такая запоминающаяся новость это акция в Вильнюсе во время приговора трем весновцам, вот Олесю, Валику, как мы его называем, и Уладзю. И когда мы ждали прям на акции приговор. И тогда Марина, представительница компании, узнала приговор и так гучно, громко сказала про него. Я сейчас вставлю ставку, как это происходит путем монтажа. Вот для меня это самый такой трагичный и запоминающийся момент. А какой для тебя момент был в деятельности фри весны и в новостях о политзаключенных коллегах? Ну, я думаю, что новость о том, что Олесю дали Нобеля, это, конечно, была такая замечательная новость. И, ну, не знаю, как ты уже упомянула, Леонид Судаленко полностью отбыл свое наказание и вышел на свободу. И для меня это такой момент невероятный, когда у меня была возможность с ним встретиться, увидеться несколько дней назад. И это такое странное чувство, когда ты никогда не видел человека вживую до этого, но так как ты, опять же, брендстормил с его коллегами, которые знают все о его хобби и каких-то предпочтениях, тебе кажется, что ты этого человека уже как-то вроде бы и знаешь, что-то вроде бы инфлюенсер или суперзвезды, за которым ты следишь, о котором ты узнаешь больше, хочешь знать, как у него дела, как меняются условия содержания, какую-то весточку получить. И вот ты видишь этого человека на свободе, и он о тебе не знает, не слышал, вы еще только вот сейчас знакомитесь, а тебе кажется, что ты уже его давно знаешь. И для меня это был такой запоминающийся момент. Момент, который я представляю, что случится и с другими весновцами, которые сейчас отбывают наказание. Явно в отместку за их правозащитную работу и ничего более. Момент, когда мы встретимся и посмеемся, что мы пытались и вот это, и вот то, а вот это не вышло. Но вы знаете, что мы пытались связаться с Металликой, или вы знаете, что мы пытались сделать вот это. И очень надеюсь, что этот момент наступит, наступит скоро. Для меня это самые запоминающиеся моменты, которые оправдывают все, что мы пытаемся сделать и дают какую-то цель на вот опять же этот марафон адвокации, на долгосрочную перспективу, где ты продолжаешь делать одно и то же, и тебе иногда кажется, что это бесполезно и ни к чему не приведет. Но это иллюзия. И такие моменты, они очень хорошо напоминают, для чего, собственно, все это. Мой вопрос был еще про надежду, где брать надежду. Наверное, это связано с твоим ответом. Да, во многом связано с этим для меня надежда в этом. Надежда в том, что есть коллеги рядом, которые много лет занимаются подобными кейсами. Если смотреть на мою организацию Human Rights Watch, это люди, которые работают в самых строгих диктатурах. Они документируют ужасные преступления, совершенные государством против собственного народа. И когда видишь, что они воодушевлены, когда видишь, что они ищут пути выхода, то легче чувствовать, что ты не один, что все продолжают искать пути выхода из ситуации. И у всех есть сильная мотивация к тому, чтобы не прекращать. Хотя иногда кажется, что мы все ищем какую-то волшебную кнопку, какой-то волшебный путь, как освободить всех. Его просто не существует. Мы все по кругу разговариваем друг с другом и спрашиваем, «А может быть, вы что-то придумали? А может быть, вы что-то придумали?» Но мне кажется, именно так рождаются какие-то идеи. И главное, что остается мотивация. У людей есть конкретная мотивация, конкретное понимание, зачем это делается и за кого, собственно, мы все ратуем, для кого мы все это делаем. Причина, по которой мы хотели, по которой мы сразу решили, что мы будем поддерживать эту компанию и почему будем продолжать это делать, в обозримом будущем. Это потому, что работа правозащитников в Беларуси и за ее пределами, она невероятная. Невероятно. Это люди смелые, это люди, которые продолжают делать свою работу, несмотря ни на что. Это люди, которые привержены ценностям прав человека. Мне кажется, самое меньшее, что мы можем сделать, это не забывать про них каждый день думать о том, что мы еще можем сделать. И это самый прямой способ отплатить им за то, что они сделали для сообщества, в том числе мирового, отстаивая эти ценности и для белорусов. Вера, ты как проставнись с компанией, что ты робишь у компании, расповеди, коли ласка? Нас у компании не так шмат людей, тому мы, в принципе, все взаимозаменяльны и все робим все. Коли глобально, что робить компания, мабуть, так варто поставить питание, то мы намагаемся тримать у фокуса тему политневольных правооборонцов и всеми макшими способами, на кольки хапая фантазии и фантазию мы так сама намагаемся раскачивать, стараемся уздымать, осветлять эту тему. Як можно осветлять и уздымать эту тему? Это сполучено с пытанием, як можно вызволить политневольных правооборонцов в весноутсов. Что мы можем робить? Мы можем казать про гэта в социальных сетках, мы можем писать им листы, али листы часто не доходят. Мы можем удельничать у акциях и пикетах солидарности, які робить эту млеку и фривесна. Ці дыстатково такіх дейянію. На самом речі, гэта вельми важная концептуальна питання, тому што першасна мэта кампания нас аправды гучала к вызволенні политневольных правооборонцов. Али, с цягом часу стало зразумело, что мэта, ну, павінны яе памацаць. І відавочна на гэтэ момент вызволенні, і оно не ў нашай владзі знаходзіцца. Тому зараз мы якраз такі трошкі меняем фокус і напэлна на гэтэ момент мы думаем вакул таго, што мэта нашай кампані хучай информацыйна асветніцкая якраз. Гэта хучай раз павсюд інформація і далучэня людзей, інформавання людзей. што ты перелічіла, я думаю, што оно якраз працює вось на гэтэ мэту пашарэння інформація. Безумовна, мы намагаемся всімі спосапамі, які мы думаем, што могаць павплываць на вызволення наших калегаў ў тым ліку на межнародных платформах, калі мы лічим, напэрклад, межнародны циск сродкам дасягнення нашай мэты, то, канешні, мы і тут намагаемся дзенечать. Просто значу, што я калі пришла ў компанію, гэт, отбылось не так давно, калі паўгода тому, і мені було так само перше питання, скажіць, ну, вас ж, напэмно, ў нас, у вас, у нас формулюванна мэтта, і калі мені сказали, што гэта вызволення весноўца, мені просто хваля фрустрація накрыла, тому, што я разумею, што я не могу вызволіць, ніхто з нас не може вызволіць, окрімя беларускага рэжыму тепэрышнега. А што самая незвычайнае, што вы робілі ў межах кампанію? Я просто нагадаю некаліки, може, для мене запамінальных момантаў, напрыклад, гэта адкрыцьо муралу Алесі Баляцкому. Да, на будынку пра гімназі знаходзіцца мурал Алесі Баляцкага, які нас супраць амбасады Республіки Беларусь. Вось, яка ідея была знікнені гэтага мурала. Крышку, паслухам, як гэта было. Гэта большая команда была, што бы вазможна зделать эту фреску, надо был і архітект, каторый делал праекты, надо было получыць много разрешэній. Школа разрешыла і стэну іспользоваць, это тож супер. Гэта розныя пікеты. Свободу весне! Свободу! Свободу весне! Свободу! Живей, Беларусь! Живей! А што саме для себе незвичайне було? Паутарусі просто, што я пройшла не так давно, то для мене тут все було новинку, і такі речі, навод перші пікеті були незвичайними, і калі ми прадумали паудзельничать ў Вільні ў їх ёсть імпреза па ходьбе, і мы прадумали, што давайте ми разом ў підтримку наших калігів, до лучів наших весновцев, каб мы разом прайшліся ў майках, там, пафоткаліся. Такі моменти на вільми добро допомагають, навод ў праць допомагають, тому што ти разумеєш, што ти не одна, ми не одні, і ми пранейшему разом змагаємся, і разом імкнемся, просто навод, што ми ёсть однову одного тепер. Для мене так само було, ну, незвичайно в плані, напэлна аудитори, калі мы падумвали, што було б неблага, ў дзень народзі нау весны, якраз адбываўся форум ассоціація беларускай бізнесу за межой, і мы падумвали, што, ну, цікава, напэлна гэты людзі нікі близкі нам падуху, але трошкі з параллельной реальності. І калі мы написали, прапанавали, што давайте мы до вас прыдзем, будзем падписывать паштокі, асабісты я не различувала на нікі водгук наугу і на той, што мене адкажуть, але яны задаваленням адказали, і дзля мене гэта було супер нічакана, калі мы прішли, і аказалася, ну, мы думаем, што все аведаюць пра то, што треба писаць паштокі, аказалася, што не, і людзі з велікім задавальненням крэсталіся гэтай макчымасцю, і дзля мене це було тако просто вау, тому што, ну, цэнці, ми на кожному кроку кажам, давайте писаць палітвязням, але виявілася, што варта людзям не толькі казаць, але трошки їм допамагаць ў гэтам, давась нікі ресурсу там ліку і інформаційны, подказываць, дзе глядяць адрес, кому писаць вось, ну, асабіста мне близка, тому што я сама прайдумала гэту акцію, так само на Дзенародзі нові весны, каб, каліги наших полезневольных весновців вышлі з плакатамі гістарычнамі, якія былі фоткі, на вот, ёсь можна паглядзять, якія былі на Чарнобальскіх шляхах в розныя гады. Я тут нагадаю, што Дзенародзі нові весны супадай з Чарнобальскім шляхам, з днём Чарнобальскага шляха. Так, менамітаў гэтым і символізм, што паслядах драматычных першых затрымання в принципі ўзнікла весна, ўзнікла гэтая організація па дапамоззі, фактична, людзіма, які былі затрыманай, і таму нам падалося, што, калі мы пабачіли гэты, ну, як мы, я, раз уж я сказала, што гэта мая придумка, што ў, што, калі я пабачіла з дымкі з гэтымі плакатамі і паглядзяла, што робілі Валентин Стефанович, Ваць Лапкович, Олесь Беляцкі, а яны былі завсё довельмі актывныя ў грамадзкім сэнсі, і калі я паглядзяла гэты з дымкі, я ряльна ўявіла, што яныцялка маглі трымаць гэтай плакаты, і мы такім чынам зрабілі комба і узнавілі історичныя плакаты і нібыта далі символічна ў рукі іх калегам нашых весновцы, які цяпер не маглі іх трымаць, але за іх трымалі іх іншія людзі, які працююць на весні. Мы прышлі на площу кудзіркі, ў Вінні. Давайте хочам некалькі надпісів на плакате. Можна пабачыць надпіс «Мы не хочам быць заложніками», і гэта тое, што адлюстровує сёнішнію ситуацію ў Беларусі, калі амаль 1500 палізнявоніных знаходзіцца за кратымі, і зразумела, што тэя людзі, які былі вымушэны выіхаць з країны, яны, можна сказаць, такі нібыта завочны заложнікі, закладнікі, тому, што зразумела, калі нехта будзі вартацюю Беларусь, хучай за все, ём трапіць пад пераслед. Адзін з плакатау, на ім написана «Народ не реактор, яслі рванет, його не астановіш». І символіз у тым, што гэта плакат з Гомеля, з протестау, які там адбыліся ў 90-му годзі, і плакат пермая правооборонців ясны з выявай, ў майце з выявай Леонида Судаленкі, які якраз з Гомеля. Ну, это такое, мне було вельмі важна гэта пабачіць, мне падалася, што это вельмі прагожа символічная рэч. А лізбеляцкі асуджаны на 10 год, Валентин Сцафанович на 9, улаць Лапкович на 7, гэта вельмі джудусныя терміны. Пытання да чого? Ці думалі вы пра тое, што кампанія фривясна може працягнуцца вось 10 годзі, да вызвалення ўсіх веснаўцца, табок там 13 годзі, да свободы Марфы Рапковы, напрыклад. Як адвакатаваць з надзеўе? Ну, наугу я б сказала так, што гэты час, гэты, напавна, бочзе 3 годы, які прайшлі з часу такіх, з 20-го года, калі все стало им кліва пагаршацца. Мне здаецца, што гэты час нас навлучіў не думаць такімі велікімі адмешками і славы пра то, што рабіць все макчыме тут і тепер, міцца, дзе ты знаходзішся, гэты стало ўжо не простымі славамі, а нашай реальністю. Тому думкі пра 10-15-5-3 годы, навыць думкі пра 1 год, і вони особісті мене, ну, і вони не то, што фруструюють, ну, я просто не могу гэты хапіць своім теперішнім станам, хоча по-черісті рані я могу сказати, што я вельми тревожний чоловік, і для мене вельми важна там планаваць, штось ти, імець у голове некі керунок. Ну, тепер, да, ў межа кампані керунок адзін гэта расповядаць, прыдумляць, рабіць все, казаць паўсюль, вызваляць, калі гэта все ж такі стане реальна, і думаць пра гэта, як пра теперішнію задачу. Тому што навыць гэты прыклад с пера формулюванем мэты, і он і паказывая тое, на колькі все меняецца. І зараз я вось кажу тобі, што мэта інформавання гэта не знаць, што прас паўгода мэта і знову пера формулюецца, тому што мы там зразумеем, штось ти, тому што реальнаць будзі інші. Ну, і наугл хочэцца верыць все ж такі. І мне здаецца, што мы намагаемся своими денями, кожны з нас на свае місце намагаецца своими денями наблиззіць вызваляне всіх палецнеболінах, тымліку правобаронців. Тому што, па великі мерхунку, на паўна падобных адвокацийных кампаніях, іх яны ёсць, яще, і ў на паўна ўкожанай професійной супольністі ёсць свае кампаніі, які маюць прикладнападобны, мэта толькі для сваіх калях. Тому мне вельмі хочэцца верыць, што мы супольными намаганнямі, кожныца свае губоку, з розных боков, будем подточувать в эту складанную ситуацию, каўна теперішній момент, махчэмі, выглядая замороженій, а ле по-втору життё показываю, на колькі все змедливаю. Мене звуць Саша, і для фривісны я делаю дизайн. Разрабатывала фирменний стиль, логотип, і оформляю весь визуал. А ле ты, Саша, ўже ці коммерцыйны дизайнер. А чым адрознівацца можы быць звычайны коммерцыйны дизайн працованы ад вось такога воланцёрскага дизайну ў кампаніі фривісна? Там ёсць тыхнічныя задання, кшталта таго? Я паўш нічу не ведаю пра дизайн, на самарасчэ, крэмя ТЗ. Ну, канешна, єсть атлічія, когда ты работаеш с коммерческим прэектамі, і коли ты работаеш с некоммерческими організаціями ілі с компанією фривісна, перше, на що я обращаю внимание, це вопрос цілевой аудиторії, ну, це как один з первых шагів, коли ти починаеш розрабатывать коммуникацію, і через дизайн в тому числе. Перше, що я спрашиваю, кто наша цілева аудиторія, с кем ми будем розговаривать при помощі цілевой аудиції? І получается, що в правозащитних іниціативах і проєктах с цим буде складно, тому що, вроде би, ми розговариваем со всеми, і вот всегда перший вызов це определити цілеву аудиторію, хоч як-то її сузити, тому що, чим она шире, тим сложніє на самом деле выполнити роботу. Потом, следующее, наверное, що я б отмітила, да, що це дуже осторожна робота, тому що ми роботи і з уязвимими групами, то есть, це може бути родственники людей, які знаходяться в заключенні, і потрібно завжди нескільки раз перепроверити і текст, і бути як-то осторожні в візуалі, щоб як-то не задеть людей. Можуть, які-то провокационні штуки, які мені б хотіло зробити, звичайно, теж відпадають, тому що колеги мені останують і кажуть, що є определенні моменти, які, можливо, це хто? Ось, на прикладі чоловіка індивідуальні. Да, ми робили такий ресерч небольшой, і ми вяснили, що наша цільова аудиторія – це по більшій части жінчини, де-то в районі, наверное, 35-45 лет, це либо родственники заключенних, політзаключенних, или їх друзі. цільова також, якщо сізити нашу цільову аудиторію. І тому ми проводили в соцсетях этот ресерч, і він показав нам такі результаты. Цікаво. І тому і дальше вже якби ми строємо ком'юнікацію, ми имеємо віду вот такий портрет, він тож получается достаточно общий, і к тому жінчини, і ще ми добавляли в цільову аудиторію коллег, то є це журналисты, які получають від нас інформацію, і ті, хто якби інтересується цей темі в силу своєю професію. Ну, Олег, це не означає, що і мужчины, і люди іншого взросту не є так само наші якби аудиторії. Ну, в сенсі, що ми жадаєм бачить сірот читачів і слухачів усіх, усіх. Да, да, канєшно, мучіны там тож є, просто більша частина цільова аудиторія, це ну, вот такий портрет жінчини, який я описала, то є жінчину, у которой либо куто родственник знаходиться в заключіні, либо куто друг, і інтересуються і остається в повістці фривісны, але мучіны тож, конечно, є, і тут ми знову розмовляємо, і розмовляємо, що хочеться охватити всіх, тому що це касається, насправді, тема дуже широких масс людей, і задача мене, як дизайнера, не дати нам охватити прям вообще всіх, а все-таки попытатися нарисувати портрет человека, з яким ми общаємось, пускай їх буде несколько даже, цих портретів, і вось, про що я подумала під час нашої розмови, ці не єся тває і працю фривісна дилема, тобі, гад та працю, як я могла перестати виконувати, тому що гад або дяду означать, що калі ти перестанеш виконувати працю, калі усе весноу ці выйдуть, ось, ти відчувала ў себе такую дилему? Ну, если честно, я не думала об этом. Я тебе нахожусь. Да, ты мне. Я как-то, наверное, может быть, я себе представляю, что это не такое быстрое дело, когда они все выйдут. Конечно, бы очень хотелось завершить это как можно быстрее, но, наверное, я даже у себя в голове не очень представляю, как скоро это может произойти. И поэтому не ставлю себе такой вот границы, когда вот я закончу. То, что пока, наверное, даже мне сложно представить, когда же наступит это время, когда все выйдут. А где ты у вас на Саши берешь надею? Наверное, больше всего, когда я вижу коллег, которые продолжают. Потому что надея есть не всегда, надежда есть не всегда. Бывают периоды, когда устаешь, особенно от плохих новостей. В правозащитной тематике их много, и мне нужно оставаться в контексте, поэтому от этого я, бывает, очень сильно встаю. Но меня вдохновляют люди, которые продолжают делать свою работу. И даже когда я очень сильно встану, я вижу, что они продолжают, и это придет мне силы. Константин, ты волонтер компании «Фривесна». Расповеди про свою деяность. Так, я допомагаю этой компании, як могу, на свой вольный час. Моя основная деяность заключается в том, что я представляю компанию на разных встречах, там, где мои коллеги не могут присутничать по разных причинах. Так само я представляю компанию у коммуникации с некоторыми из наших партнеров. Просто потому, что я маю давний и больше сталый совесть с этими партнерами. А еще то, что ты робишь, это представляешь Олесе Беляцкого на международной арене. Я памятаю, як была такая встреча, когда делегация представников лауреата у Нобелевской премии мира в 2022. За адвокацийным визитом наведали США. И я памятаю эту фотку, там, где сидит Александр Матвичук с Центра грамадзянских свобод, Александр Чорчкацау с Мемориалу, и Константин Звездны утешется из воявы Олеси Беляцкого. И вот ты повинен был за место Олеся казать, что с тей вогли, як гэта, як гэта, може, ты практикуеш некие такие практики, як унедриться у свядомасть человека, який за кратами нажали, не може нам для нас выступить и подзелиться своими думками. А вось ты за месть его повинен гэта рыбить. Як гэта укротей? Безумовна, гэта вялізная адказнасть, и тут треба быть вельми асцарожным, бо ніхто не може працтавляць цалкам іншага чалаяка. Саблёва уличывачи, што сувес с Олесием вельми бебмежуванная, мы не можем атрымаць од эго неких парадаў, альбо текстов выступаў. Але ёсць некі темы і пазіцыя, якую Алесь шматкроць выказуваў, падкрэсливаў напрацягу своей прабаранчай дзейнасці. Так сама ёсць ёго публичны письмовыя, матрыялы публикацыи, выступ за пошным словом на судзе, напрыклад. Гэта все зафіксаваныя матрыялы вельми да памагаюць ў працтавленні Алеса публична. Утым лігу на замежныя рэні. Ціба ўт такі самы складаны момент некі, калі ты не ведаў, што адказаць? Так, часам людзі, палітыкі задаўць пытані досыць прыватнага характару, і безумовно я не могу адказываць за Алеса, ці за яго родных, близких. Тому я шыра кажу, што я не ведаў і не хачу брать на себе такую адказанці. А прыклад можна? Ну, напрыклад, пра што Алесь пішаў в своіх листах, і па колькі листаванні Алеса вельмі моцна обяжаванная, то я не адрымлюю ад ёгое листов, і он не можа адрымлюваць моих. Атпаведна, я не могу казаць, пра што ян пішаў в листах своім близким. А як ты думаеш, ці Алесь задаваліны твоёй працеў прадыставлення Алеса на міжнародной рэні? Я вельмі спадзіўся, што ян будзе задаваліны пастфактум, калі он даведаецца, і гады таксама велізна адказнацць, і я вельмі хачу пачуць пабачыць яго меркаванні на кон таго, як мы працтавлялі і працтавлюяем ягон на розных арэнах. А ты, Костя, як волонтёр кампаніі, фривісна, дзе ты береш надзею? Ну, паколькі основным мэтай і сэнсам дзейнасті кампаніі з'являецца пашарэнні ведаў пра нашах каліх з кончатковым мэтайх вызвалэння, то адна з надзею, гэта той, што мы бачалі ў минулым ў історіў Беларусі, ў історіў пра оборонча руху, ў прыватнасті кейс самаго Алеса. Мы бачалі, што ён не был зломліны гэтым зняволіням, што ён працягуваў там писаць, фіксаваць свае ўспаміны і вышаў такім же самым бадзёрым актавістам, якім ўн был і працягнул быць правоборонцам пасля гэтага. Тому надзею тым, што все міне, нашы сэбры, будуть вызваліны і працягнуць, працаваць разым з нами. Дзякую. Я тут нагадаю, што мы ўспаміналі паперэднє знявоління Алесі Беляцкага ў 2011 годзе. І ён вышыў па амністы. А яшча адзін чалавек, які замешчаў пачас знявоління сваего палецзняволінага калегу, гэта якраз такі Наталя Сацюнкевич, з якой мы гаврылі на пачатку. Наташа, знов ты перяд нами. Распоядзі пра прэмію хома хоміні. Была така хісторія, што ў травні 2021 годы я адрымлювала прэмію хома хоміні адымя тых вясновців, які тады былі закратамі. Тамар Фарабкова, Андрей Чапюк, Леонід Судалянка і Таціана Ласіцца. Мы даведаліся, што гэта узнагарода хома хоміні ўручана нашым калегам. Гэта узнагароду заснавала і ўручае чешская грамадская організація People in Need – Чалавеку Бядзе. І цікава, што гэта прэмію ўжо атрымліваў ранее Лейзбелянскі был ёю узнагароджаны. У своім павідамлініх People in Need писалі, што узнагароджуваюць прэмію 4-х сяброў Беларускай прабаранчай організація «Вясна», які падварігаліся пераследам за адсочування затрыманых протестовцу, документавання парушэнням правого чалавека і аказання дапамогі ахвяра міліцейського гвалту. Їм пагаражаю да 12 гадоў пазвоління волі за законну прабаранчу дзейнасць. Як мы патым пабачыли, напраме, з прасуда Марк-Вырабкова, і гэта було навыць не 12 гадоў, а 15 гадоў з неввоління. Сама гэта прэмію, она была заснавана яшы ў 94-м годзі, гэта якраз чешская неурадова організація. Я тады ёзділа да іх, гэта буў яшы лютаваў кавіт і было даволі складана заўехаць ў Чэхію. Мня был спецаўны дазвол мус Чэхія, птым, што я могу ўехаць, і я была вымушэна пачас ўсёў вандровки паўсюль хадзіць ў респіраторы, навыць не маўста ў респіраторы, і нідзе не магла яго зняць ў публічных місцах при комунікаціў з людьмі. Вручаў мэр. Одно ој јјас тњеј не бавоње, навыц је тђрзић? Д concіњ, хора паје њсштален ч equipment је башне зня. Діњдюњ-철ам листайга, prediction checkат. Добарه, је ќе свиљдена огchronня, И че я carreprend giant банд рајецх и коменária, и ваша поддержка для ХЦ «Весна» и для Советского Союза Беларусь. Это очень важный мир, и это очевидный месседж для беларусских правительств, что массовые violации человеческих правительств должны остановиться сразу. Премия «Homo homini» перекладается как «Человек к человеку». Она была основана еще в 1994 году, она достаточно известная, престижная. И присужается она особам, которые унесли значный уклад у просовывания прав человека, демократы и нехвалтованных методов в решении грамадско-политических конфликтов. Возвращаясь до того, что казалось, что Лезьбилянский был ее изнароджен, это было в 2005 году, и тогда премию вручал ведомый грамадский дзиачный политик Чехии Васлав Гавел. И я памятаю, что тогда под час вручения, для меня это было вельми так отказно, представлять своих коллег, отрымливать одних имя. И я казалась, что я мару об этом моменте, когда мои коллеги будут на воле, я смогу их обнять, рассказать, как это было. И вот, наконец, моя, можно сказать, мара цепла стесняется. В этом году, 17 вересня 2023 года, я наконец-то урочисто передам Леониду Судаленку, я говорю на частку этой премии, и рассказать, как оно было. И мне так само, мне хочется, как этот момент был трошки вручистым, мне просто ему там в офисе, на улице, дзенебудь, отдать диплом, и сказать, ну, веншую, так само, как человек вернуть ему гэта права на святкованне, и признание его на заслуга и унеска у всесвятную демократу и управы человеку Беларусь. На протягу подкаста мы шмат говорили про надзею, и Наталья Сацункевич гэта той человек, який володае гэтым пытаннём профессийно. Побачь со мной знов Наталья. Наталья, расскажи про то, как адвокатовать с надзеей. Чому ты приготовляешь? Так, я по адвокации, я биолог, не маю юридичной адвокации, надо мной гэта завсюды висить. Тому у тым ліку за гэта гэта гэ, конечно, я завсюды вись час находжуся у пошуку адвокации, у дасканяліні свых веда у галіне права у человека. И зараз я навучаюся на программі, якая называэцца «Активізація абароны права у человека в Европе». Гэта программа для европейских правоборонцов. Тых, хто працуюць, я бы сказала, так, у межах права євразвязу. Ну, европейскі уся країны, які з'являються часткой у Рада Європы. Там навчаюцца вельмі цікава. Сама программа складаюцца з регулярных сесій. Падрі чатири дні ми збираемся у розных городах. Там, наприклад, у Таліні, у Мадридзі, у Газі і інших. І оберкуєм розные темы. І адзін з трэнінгів был просвечэнэй коммунікаціях, заснаваных на надзеї. Так назавацца «Go-based communications». Аутары гэтай концепцій коммунікацій, заснаваных на надзеї, кажыць про тое, што гэта такі падыход, які дазваляє атрымліваць патрымку ад палітикаў, НДА. І паказвае, як можна коммунікаваць, ну, не з пазіцій, што ўсё дрэнна, а з пазіцій, што ўсё можа быць добра. І там ў їх ёсць пяць базовых принципов, про які я не кажыць. І калі я доведалася про гэти «Go-based communications», я падаліся вільмі добрымі, зрозумілимі, і реальним такімі прикладнымі. Їх можна і треба вжываць у житті, у правооборончоў дзейнасті. Тому што часам бава ёмілемі складана. Ось я розмовляю з людьмі, і там як правооборонцца кажу, ну, гэта дрэнна, і той дрэнна, і толькі ўсё горшу, горшу, горшу становіцца. І часам сама сабе лавлю надумцца, што, ну, так, ўсё дрэнна, так, виглядае так, шо нема сэнсу нічого робіць. Ну, там, палітвязня не вызваляюць, умовы пагаршаюцца, катавані не спыняюцца, так, што робіць? І вось гэта коммунікація, заснована на надзеў, і яны дазваляюць переводзіць гэта у трошкі іншую плоскаць. Напрыклад, яны кажы, што, замештаго, што аб казаць пра страх, трэба казаць пра надзеў, да, тому што надзеў, гэта, ну, як ключ до коммунікація з людьмі, пра позитывны емоцыі, такі, як, там, радасть, гумар, спачуванні. І адна з задач ў тых, хто мяняе сэт, напрыклад, правоборонцю, да, гэта даваць людзям надзею, накіроваць іх енэргію, паказаць, як можна паляпшаць гэта сэт. І казаць, што мы робім нешта не супра чагосця, а для чагосця, да, ми робім, там, каб пачыць, як будзе лепш, ані для таго, каб не было горш. І гэта смена парадыгма, наутым ліку, ну, таким, на пацвядомым, узровні, натхняе, дае трошкі больш сілау, ресурсу. Трэці пункты, на яких базуюцца гэта коммунікація, кажаць, што, кажыця, не пра праблэмы, а пра их врашэння. Тому, што людзям вельми важна верыць, што існує альтернатыва сённяшнім праблэмам. І, каб паказваць, як эти змены могуць прасти в будучэні, што, на самараш, патрабуецца больш твочасці і высілкаў, чы просто там документаванні сённяшніх праблэм. Што трэба знайсці мовы для аудыторі, яка дазволіць людзям працаваць над рашэннямі, рабіць іх больш уплэвовымі і такімі, які выкрыстовывацца, не просто, што там пагаварылі і добра, а реальна тое, што адбываецца. Наступное, мы пераключаўмся з пагрозы на махчымасці. Замэц таго, каб людзе чувалі сябі віноватымі, ці пад рызыкай, варта даць ім шанець быць часткай чагосця асаблівага, мець махчымасць да змэнаў, да лепшага, мець махчымасцю дзялу, мець махчымасцю плыву. І такія коммунікація з людзмі, они просто на эмаційным узровні, дазволяюць ім заахвацецца нашай справай. І апошні, але вельмі важны, на мою пагляд може самая важна, гэта, калі мы пераключаўся з ахвяры на чалавека, на геройа. Мы кажым, што чалавек не ахвяра, а ёан грае головну ролю ў свае жыцці, ў падзех, які адбываюцца. І людзі, які сутыкнуліся з досы страшными падзеями, там, напрыклад, катаваннімі, ці іншамі порушэням праваў чалавека, яны з імэн сутыкнуліся, але не стали іх ахвяры, да, яны працахуць жыцьо, надзею. Гэта коммунікація раўць паказываць людзей ў нашай гісторіях як штацзаных геройаў. І таксама гэта дапамагае іншым людзям адчуваць раўнасць і саудзел. І при коммунікаціях, коняшна, просім людзей праўляць больш салядарнасті з іншымі, а не просто спачуваць. І чым больш наші ампанэнты пытаўцца падзеліць нас, тым больш нам трэба такі гучны, громкі, вялікі аб'яднаучы історіі. І коммунікація заснуваны на надзеях гэта ўсь пра гэта. Мене гэта трэнінг, гэта тематыка вельмі падтрымала, але я засюды думаю, што таксама мне ў тымліку просто пашастіла. Пажыці па темпераменту быць аптымісткай, гэта вельмі падтрымлівае. І дае надзею, мне засюды паддаецца, што гэта не канец, а пачатак чагосці, што стукан, все ж такі хацяб напалову, але паўны. На гэтам наш выпаск падыходзіць да завершэння. Я буду вельмі ўдячна за ваші каментары, лайкі і распавсюд выпаску гэтага падкаста, каб як мага болш людзей даведалася пра надзею. Але будьте пільнымі, наш падкаст улады Беларусі чомусьці прызналі экстрэмісткім формаваннім. Але правоабаранчыццэнтры «Вясна живе», подкаст «Вясна прыйдзе так само» і кампанія «Фривясна» протягвае свою дейнасть. Бывайте і ніколі не губляйте надзею. Дякую за перегляд!